Вы смотрите «Встреча на Рифея». Честный разговор двух неравнодушных людей. В студии Светлана Заболоцких, а у нас в гостях депутат Законодательного собрания Пермского края, представитель Комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Александр Юрьевич Бойченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Юрьевич, я ваших коллег-депутатов в последнее время пытаю по поводу принятия бюджета Пермского края. В первом чтении уже это все состоялось. Буквально через несколько недель будет рассматриваться второе чтение. Мне очень бы хотелось узнать ваше мнение. Чем отличается, так как вы депутат с очень большим опытом, четвертый созыв уже работаете, вам есть с чем сравнивать. Так вот, бюджет 2018-2019-2020 годов, чем он отличается от предыдущих? Я хотел бы выделить всего два момента. Первое. Это тема более быстрого принятия бюджета. То есть раньше мы обычно где-то до середины декабря обычно дотягивали эту тему. Да, сейчас мы принимаем в конце ноября. Почему? Да, главный вопрос. Мы посчитали, что давно уже многие наши подрядчики жалуются, муниципалитеты жалуются, что пока не получат деньги, пока из регионального бюджета деньги дойдут до них, уже заканчивается строительный наш короткий сезон, наше короткое аврольское лето. То есть деньги подходят в сентябре, в октябре уже работа пора заканчивать. Посмотрели, оцифровали, что называется. Получается, что в силах изменить какие-то процедуры, это несложно сделать так, чтобы люди разыгрывали конкурсы на строительные работы, работы по благоустройству. То есть именно те работы связаны с развитием Пермского края, которые больше всего видят люди. То, что наш край меняется в лучшую сторону. Вот это было сделано, и сейчас мы посмотрим, как весной уже будут разыграны конкурсы в 2018 году с тем, чтобы с началом первых теплых дней, в конце апреля, в мае люди уже выходили на ремонт дорог, на строительство дорог, на благоустройство, на ремонт дворовых площадок. То есть все то, что заложено у нас теперь в бюджете, люди, конечно, с нетерпением это ждут. Второе, что хотел бы отметить, это тема по развитию. То есть мы хотим, чтобы наш бюджет больше отличался не только социальной направленностью, это исходные данные, да, любой бюджет носит социальную направленность, но и отличался развитием. Вот это вот составляющая по развитию, чтобы она все больше и больше укладывалась там и в бюджете, и в головах людей. Что опять же для этого нужно сделать? Нужно как-то простимулировать муниципальное образование для того, чтобы они стремились нарастить свою часть на развитие. То есть муниципальное образование мы хотим простимулировать, чтобы люди целенаправленно занимались увеличением сбора налогов на местах. Это НДФЛ, то есть тот налог, который большей частью идет как раз в местный бюджет. Цифра вроде как небольшая, на фоне там 8 миллиардов рублей 400 миллионов. Но важно с чего-то начать. Будем смотреть дальше в следующие годы, в бюджеты как-то заложить. Может быть, эту цифру сможем увеличивать. Но главное, чтобы все муниципальные образования теперь видели, что если они больше налогов соберут на месте, вот этого самого НДФЛ, соответственно, значит, они больше получат и в свой местный бюджет, в своем муниципальном образовании. Вы верно отметили, что бюджет будущего и последующих годов, помимо того, что он носит социальный характер, это как бы основное, это бюджет развития. И губернатор обозначил одной из таких как бы флагманов, что ли, это развитие IT-технологий. 10 миллиардов впервые заложено на развитие вот этого кластера. Вы тоже произнесли в начале нашей беседы, что нужно цифровать. То есть понятие цифровой экономики, оно вообще очень прочно уже входит в нашу жизнь. Мне хотелось бы ваше мнение по этому поводу услышать. Действительно ли это настолько сейчас необходимо, вот такие деньги, как 10 миллиардов рублей, тратить на развитие IT? Я расскажу случай из промышленности, которую я знаю, с лилозобумажным. Машина, которая устанавливалась на лилозобумажном комбинате в 2005 году, и потом постоянно модернизировалась, она имеет на длину 300 метров 2,5 тысячи датчиков. Машина, которая устанавливалась 40 лет назад, допустим, имеет 25 датчиков. Вот почувствуете разницу, да, примерно одинаковые показатели по производительности, но на 25 датчиков вопрос производительности машины решается человеческим фактором. Конечно, это очень такой нестабильный фактор, многое от чего зависит для того, чтобы создать высокую эффективность работающего механизма. И, конечно, нужно переходить к как можно большему количеству оцифровки, скажем так, механических частей. Современные машины может управлять один человек, хотя она занимает 300 метров. Старые машины могут управлять, условно говоря, 100 человек. Вот разница примерно, да. И, конечно, когда весь мир идет по этому пути, мы не должны отставать, у нас есть какие-то вещи, конечно, которые мы можем и внедрять гораздо быстрее. На многих промышленных предприятиях, в первую очередь, оборонного комплекса, об этом уже давно думают. И сегодня, когда в оборонной промышленности идут достаточно большие деньги, они этим занимаются. Сейчас задача, чтобы на уровне школьников, на уровне всех курсов в университетах мы прошивали сознание наших студентов, да, для того, чтобы они спокойно смотрели на эти вещи. И у них уже вопросы, что такое цифровизация, а что такое цифровизация вещей, там цифровизация промышленности, не вызывала просто вопросов. То есть не зря Владимир Владимирович во время визита к нам в Пермь сказал, что у Пермского края большое будущее в этом направлении. Можно я еще здесь пару слов скажу, да, то есть в связи с приездом Владимира Владимировича мы здесь хорошо, конечно, попали в тренд, да, и наш Пермский край был замечен, и дай бог, что именно наша Пермская площадка будет одной из лидирующих на уровне всей федерации, да. И вот здесь вещи, как говорится, находящиеся на стыке, да, то есть с одной стороны у нас развивается скорость интернета, и мы как раз тоже по нашему Пермскому краю вместе с депутатами смотрим за скоростью развития широкополосного доступа в интернет, то есть высокоскоростного интернета, так, чтобы в каждой школе, в каждой больнице сейчас начинаем смотреть. Ну и дальше уже, чтобы это веерно распространялось на каждое домохозяйство, да, чтобы была возможность получить высокую скорость интернета. Это все, да, то есть информация сегодня это все, это образование, это медицина, пожалуйста, это самостоятельная медицина, это самостоятельное образование, это возможность получать самые свежие новости по той теме, которая тебя интересует. Да, то есть все, неважно, где ты находишься, в какой точке нашего Большого Пермского края, если у тебя есть высокоскоростной доступ в интернет, ты ничем не будешь отличаться от жителя миллионного города, от центра нашей столицы, пожалуйста. Вы поддержали инициативу губернатора, раз уж мы тут Владимира Владимировича вспомнили, как раз вместе с Максимом Геннадьевичем по набережной они гуляли, и тогда вот многим показалось, что спонтанно возникла идея переноса железной дороги в другое место, затем вы это обсуждали депутатским корпусом и поддержали инициативу губернатора о переносе завода Шпагина в Верещагинский район или в любой там другой населенный пункт Пермского края, деньги уже даже заложили в бюджет на выкуп этого всего. А вот, Сай Юрьевич, Вы очень просто много ездите по Белу Свету и много видите. А есть ли где-то вообще подобное что-то? Или мы впереди планеты всей вот с такими, ну как бы глобальными задачами? Вот один пример действительно я знаю, который мне понравился и как-то похож на нашу пермскую жизнь. Это пример Сеулы. Город, конечно, гораздо больше, население гораздо больше, но что интересно, что в свое время маленькую речушку, ну типа нашей мулянки, или Гешихи, да, там, люди, требовалось развитие города, требовалось развитие транспортной инфраструктуры, тогда люди закрыли большой автострадой, и это была большая транспортная артерия Сеулы. Потом, когда уже стали больше задумываться о времяпрепровождении и отдыхе, люди пошли совершенно в другую сторону, они разобрали это огромное шоссе, это строило тогда, лет 10 назад, примерно 400 миллионов долларов в Сеулу, да, и сделали на этом месте, наоборот, рекреационную зону, зону отдыха, восстановили эту небольшую речку, сделали зону для прогулок с детьми, зона катания на велосипедах, прогулок на роликах, пожалуйста. Вот я вижу, что мы примерно идем по этому пути, что заводскую зону, ну, небольшой завод, но завод Шпагина, имеющий свои уникальные технологии, можно действительно перенести в другую заводскую зону, он больше предназначен, может быть, даже для развития этих технологий, а на месте него сделать такой же, или это будет парк развлечений, или это будет что-то другое, это пусть решают жители, но важно, что сегодня жителям именно необходимо место, пространство, точка притяжения, которая притягивает их с точки зрения отдыха. Александр Юрьевич, я вот на вас смотрю, да, и все время удивляюсь вашей работоспособности и тому, насколько вы много успеваете, потому что, помимо перечисленных мною в начале нашей передачи, что вы депутат, представитель комитета, вы еще являетесь и руководителем региональной общественной приемной, представителя партии «Единая Россия» у нас в Пермском крае. И здесь тоже под вашим руководством, мы в наших эфирах предыдущих об этом говорили, что за последние три года, что вы во главе ее, она стала лидером в Приволжском федеральном округе, вошла в десятку вообще в стране лучших приемных. И, наверное, именно поэтому совсем недавно у нас в Перми вы принимали своих коллег, руководителей региональных приемных со всего Приволжского федерального округа и делились опытом. Давайте расскажем нашим телезрителям, да, что это было за семинар, что это было за мероприятие, кто приехал, кто присутствовал. Действительно, 13 регионов нашего Приволжского федерального округа приехали к нам на площадку Пермского края и именно по линии региональной общественно-приемной партии «Единая Россия». Что интересно хотелось бы отметить, это выступление нескольких министров. Министра здравоохранения нашего Пермского края, министра социального развития. И с проектом «Управляем вести» выступал замминистра информационных технологий. Люди сидели просто открыв рот, слушали вот те достижения, те ноу-хау, которые созданы на территории нашего Пермского края. Получается, что региональный общественно-приемный Пермского края встает рядом с этими прорывными проектами и помогает довести до людей какие-то разъяснительные вещи, информационно, еще каким-то образом, все это поддерживает. То есть, хорошо, что министры рассказали, но ваши коллеги, которые приехали из Пермского федерального округа, они хотели бы понять, каким образом это можно использовать уже в их работе или в вашей работе. Давайте тоже опять же о цифрах. Примерно 13 тысяч людей прошли через встречи с депутатами совершенно разного уровня год назад за декаду, которая организуется каждый год, примерно 1 декабря. И в этом году она тоже будет. Декада приемов депутатов людей по личным вопросам. Цифра достаточно большая для того, чтобы каждый человек, который хочет задать вопрос или обратиться к власти со своими предложениями, мог дойти, достучаться до депутата любого уровня. Дальше уже депутаты приделывают вопросы многие, где-то Министерство здравоохранения, где-то Министерство ЖКХ и так далее. И вопросы начинают двигаться. То есть, мы берем, располагаем, скажем так, людей для того, чтобы у них была возможность, был вот этот инструмент более короткой дорожки до власти. Площадка региональной общественной приемной, она располагает людей именно к общению. Мы можем, сказать, стучиться в двери, сейчас это уже, опять же, используют с помощью интернета, с помощью, опять, цифровой экономики, да, мы говорим, для того, чтобы расположить людей там, больше открываться, больше выходить со своими вопросами, предложениями и так далее. И мы сегодня видим не только на территории Пермского края, но и в целом там по Приволжскому федеральному округу, вот делились наши коллеги во время этого семинара, что действительно качество вопросов меняется, качество предложений меняется. Если раньше мы больше встречали людей, которые нуждаются в помощи, то сегодня к нам уже потянулись люди со своими предложениями. Это ценно, то есть приходят люди с активной жизненной позицией, да, и им нужно только подсказать, что им нужно делать дальше. Я знаю, что, ну, помимо ваших коллег, руководителей приемных, еще очень статусный человек принял участие в работе семинара. Я про Галину Николаевну Карелову, вы скромничаете. Галина Николаевна Карелова возглавляет в «Единой России» комиссия по работе с обращениями граждан, то есть все мы подчиняемся ей, и, если что, обращаемся и с вопросами, и предложения слышим, конечно, из Москвы от Галины Николаевны. Ну что ж, я желаю успеха вам и в депутатской деятельности, и в деятельности региональной общественной приемной. Очень хочется, чтобы как можно больше людей пришло на вашу площадку, и самое главное, они получили какую-то помощь, да, и ушли довольные оттуда. Спасибо. Вы смотрели «Встречи на Рифе», смотрите нас каждый четверг, будет любопытно. Редактор субтитров А.Семкин